Всем привет, дорогие друзья, с вами Мерс, и сегодня мы смотрим Ryzen 2 Dark Waters. То есть, эта игрушка выглядит так, как должна была бы выглядеть Готика 4. Да, пускай она не такая объёмная, здесь нет стольких возможностей, и это совсем не та Готика, которая как была третья, как была вторая, вообще по канонам вторая, это лучшая из лучших. Но, тем не менее, хотя бы такой должна была выйти, четвёртая часть, а вышло какое-то говно. Ладно, давайте посмотрим, начнём новую игру. Эта игра стоит прохождения, но она слишком большая для него. Во все времена жили существа, наделённые особым могуществом, что-то не успел прочитать. Первыми были Лорды Титанов, Повелители Стихий, они помогли богам сотворить что-то там. Но, закончив свою работу, Лорды Титанов обратились друг против друга. Началась война, опустошившая землю. Ага. То есть, перевод не завезли, да? Окей. Древнее пророчество гласит, что стоит им обрести свободу, начнётся эпоха разрушений. Сегодня мы знаем, что это правда. Девушки отдыхают. Музыки тут не хватает. Горящий город Кальдера, штаб-квартира Инквизиции. Последний бастион людей в Старом Свете. Я помню первый Райзен и победу над Титаном Земли. Что? При всем уважении, лейтенант, вы пьяны, и вы позорите мундир. Субтитры, сука. Иди докопайся до того, кому до этого есть дело. Меня прислал комендант Карлос. Он ждёт тебя на башне. Ну? Что ты нукаешь, кудрявый? Да, ну у нашего героя явно не лады в жизни. Потаскало его. Он начал пьянствовать. Но, тем не менее. Так, давайте включим субтитры. Где это? Где это делается-то? Япона, мать! Это, наверное, в игре. Субтитры. Вкыл. Так, с мышку был брать, конечно. Воу, 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 полегче, парень. Ага, эй, это у нас у вороты. Берём всё. Нажимаем И, так как вы просите. Снаряга, левая рука. Правая рука. О, пистоль. Ок. В правую руку ничего нету. Нет, я ещё не пират. То есть тут у нас есть набор пиратской одежды. Наперёд, чтобы было. Серёжки тут. Амулет. Тоже пока нифига. А вот какое-то кольцо есть. Бонус к славе. Окей. Слава мне поможет. Пули есть. Ну, в общем-то, это всё, да? Хорошо, давайте возьмём. Меч офицера, яблоки. Немножко Грога. Какие же мы пираты без Грога? Так. Пусто, 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 пусто. Кровать. Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас. Говорит наш главный герой, поэтому... Давайте его послушаем. Встретиться с комендантом. Пиратский лохмоть. Окей. Блядь, это мышка. Это... Это плохо. Надо будет исправить. Кстати, пишите сразу же своё мнение, стоит ли проходить эту игру для канала, потому что она мне интересна. Крепость не приближается к кораблю. В такую грозу? Ну да. В такую грозу. Я прибираю не из-за грозы, а из-за того, что она нам принесёт. Не понимаю, что ты так разволновался. Как это ты не понимаешь? А ну смотри. Начинается. Ну чё там? Начинается. А, Кракен. Ну да. Говно случается. Та-дам. Та-дам. Та-да-да-дам. Ну всё, как бы. Скорее, нам надо спасать выживших. Ты чё? Нет. Одурел? Я не хочу терять ещё один корабль. Пускай выжившие сами добираются до берега. Спустись вниз к берегу и помоги тем, кто до него доберётся. Окей. Не, ну для начала так-то мне бы... Шпагу... А, она уже одет. Нет, она не одет. Всё, гавн. Меч офицера. Я ж всё-таки офицер. Япона мать. Выпусти меня. И, что хотел комендант? Мне надо к берегу. Открой ворота. Удачи, приятель. Отсюда немногие возвращаются. Ну, ты будешь в порядке. Спасибо. Добрый человек. Верит в нас. Ну, или просто хочет, чтобы мы сдохли. Одно из двух. Угу. Понятно. Ну, чё, берём всё. В этой игре надо брать всё. Всё, что дают. Петти. Ну, отпусти Петти, тварь. Тактика, затыкай врага до смерти. Мимо. Ах, только не думай, будто ты меня спас. А, ну да, конечно нет. Почему, ради всего святого, ты вернулся? Я тоже рада тебя видеть. А вернулась я, потому что мне нужно передать сообщение Инквизиции. А ты мне поможешь. Я? Ну, а кто ещё? Мы должны поговорить с Карлосом. И нам нужен быстрый корабль. Ни в коем случае. Поговорили. Но против Кракена есть оружие. Почему ты так уверена? Мой отец ищет его. Стальная борода. Ты нашла его? Ещё нет, но я знаю, где он. Не так быстро. С чего бы пиратам воевать с Марой? Из всех лордов Титанов, Мара без сомнения представляет для Инквизиции наибольшую угрозу. Её Кракен уничтожает наши корабли. Её монстры нападают на наши поселения. Это ведь должно радовать пиратов. Они никогда особенно не переживали за Инквизицию. Это верно, но сейчас между пиратами развернулась война. Половина из них перешла на сторону Мары. Мой отец, один из тех капитанов, кто решил пойти против неё. Он ищет способ убить Кракена. И сейчас он на Токаригуа. Чёрная Бетти стоит в порту. Как только будет ясная погода, она повезёт работников и солдат на Токаригуа. Вы оба можете взойти на борт. Ну, это мы можем обсудить и завтра. А сейчас отдыхайте. Мне надо подумать. У нашего протагониста, так же, как и в Готике, нету имени. По-моему, нету. То есть, в принципе, безымянный герой. Мы полностью вливаемся в его образ. И сюжет тут довольно-таки крутой, потому что, ну, как бы, во-первых, бойня со всеми богами, с титанами, маленьким человеком. Вот. Это всегда интересно. И это не этот сраный член, орущий на всех. Ого. Классно. Я тоже все хочу такую громпалку. Мне пригодится. Положение не изменилось. Пока армии Урсигора и Измаила воюют на севере, мы здесь в безопасности. Но как только один из них одержит победу, он пойдет маршем на Кальдеру. Из этого мы и должны исходить. И пока это не произошло, мы все должны уйти отсюда. Значит, Высочайший Совет наконец проголосовал за эвакуацию Кальдеры? Высочайший Совет колеблется. Он хочет, чтобы мы побольше узнали о новом свете, прежде чем покидать Кальдеру. А что собирается Высочайший Совет делать с угрозой со стороны Мары? Кракен стоил нам уже немало кораблей. В этом деле появились новости. Мы сейчас охотимся за оружием, которое могло бы быть достаточно мощным, чтобы уничтожить Кракена. Я послал на это дело одного из моих лучших людей. Что может человек противопоставить этому монстру? Ну... Это уже мои трудности. Это уже мои трудности. Просто довези меня до Токаригуа. Значит, это твой лучший человек. Высочайший Совет знает об этом? Я же сказал, появились новости. Ты же знаешь, как быстро Высочайший Совет принимает свои решения. Понимаю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Как только будешь готов, отправляйся на корабль к Себастьяну. Черная Бетти отчаливает сегодня. Потом на другой стороне острова найдется Киратское гнездо. Это хрня, я вам скажу. Потому что то, что пропадают некие монологи, это очень плохо. Все понятно? Все понятно. Если это оружие существует, оно должно быть у нас. Я полагаюсь на тебя. И помни, с настоящего момента ты больше не являешься официальным членом Инквизиции. Ну, заебись теперь. Не, 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 не. Не, не, не. Не то. Я хотел поковыряться. Я ничего не понимаю во взламывании замков. Ну, да. В принципе. Я же тебя еще не научил. Да ладно. Стоять на месте. ночью пошли тогда заглянем еще может быть на склад опыт никуда не уходи так прошлой ночью тут разбился корабль прямо перед крепостью я знаю я был на башне ты это видел я только слышал об этом от команды выжила только одна девчонка а все остальные бедняги лежат на дне морском в любом случае может быть что волной еще что-то выбросило на берег нам могут понадобиться снаряжение и провиант думаю не надо это объяснять посмотри на берегу может найдешь что-то полезное окей сейчас пойду посмотрим провиант это такая неспешная игра в принципе ее можно проходить не для гайда как вот например готику вторую потому что там шах вправо шах влево от гайда это реально расстрел потому что куча багов и ужасная оптимизация игры они не дадут вам столько свободы как вот например райзен что первое что вторая часть плюс минус еще то что райзен я взялся ну вот хотя бы посмотреть потому что скоро от 15 августа по моему если я конечно не ошибаюсь выходит райзен 3 то есть эту игрушку я уже жду по одной простой причине потому что райзен 2 удался и он удался в стиле готики первый он конечно был ну такой такой ну да это была та же готика в принципе ёбаный насос в поле лет в 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 о я все по всему нет ну да ладно тем лучше в принципе кп не восстанавливается уже хорошо только хардкора воу а тут что я не помню этой пещеры давайте заглянем хора меня тут грызть тварь ну вот в принципе как вы видите боевка тут такая ничего особого просто банальное закликивание врагов блин классная пещера а тут правда ничего собрать нельзя это на самом деле печально ну и как вы знаете тут карты нету тут ее надо либо найти либо купить поэтому такая вот ерунда блин надо что то делать с мышкой потому что это говно так быть не должно немножко провианта то есть всю еду что мы тут подбираем это засчитывается вот как в инвентарь нам провиант буквально для регенерации здоровья то есть оно даже не восстанавливает нам его сразу как видите оно только запускает регенерацию здоровья так давайте сдадим этот супер мега сложный квест ну нашел что-нибудь типа того пара бочек и ящиков больше там нет выглядит неплохо молодец а золото не будет ангус выдаст тебе жалование я больше не член инквизиции но форма то еще на тебе это ненадолго ты правда хочешь уплыть отсюда да следующим кораблем ну в таком случае всего хорошего 200 золотых норм ох ё-мая ты товарищ не быкуй да блин да ты вообще больной какой то нахер отбитый так пошли лутаться то есть они конечно в любом случае они на нас обидятся если мы их вот так вот побьем но какой то ебет по хорошему да мы можем также воровать но к сожалению краситься мы пока не умеем это лишь потому что я ничего не понимаю не изучен во первых взлом во вторых само мастерство вора но все будет все так как в готике так давайте отожремся так регенерацию мне до фула вставай 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 ну бывает чё ты обижен видите он обижен ну вот ну говно случает но чё ты господи иисусе изменить дистанцию камеры ну да в принципе знакомо ну чё товарищ давай поплывем отсюда уже чего ты хочешь уплыть хочу я хочу на токаригула расскажи об этом капитану идет капитан поплыли корабль готов я вперед вперед поднять яхаря поднять паруса рулевой курс на токаригуа поплыли поплыли хули корабль отходит от бухты кальдеры кальдера превратилась в плавающий город после титана земли или титана огня что то я не помню на самом деле потому что давно это было но тем не менее это было это было круто так уже намного лучше никому и в голову не придет что то из инквизиции нам надо сойти с корабля команда уже на земле думаю в гарнизоне на пуэрто сакарико о пиратах знает немного но может быть нам смогут помочь найти пиратское логово кроме того нам надо подготовиться к экспедиции ах да вот еще что в следующий раз когда будешь говорить капитану чтобы он отчаливал проследи пожалуйста чтобы я была на корабле до насрать подожди а нормальная одежда жду не дождусь когда смогу переодеться в нормальную одежду извини но ты не сможешь я выбросила ее за борт ты сучка сделала ты же сам сказал что тебя никто не должен заподозрить в связях с инквизицией отличное начало да у меня была неплохая одежда в принципе но к сожалению так случилось так что у нас выносливость ловкость так на уровень воровства грязные приемы хорошо буду понятно броня запугивание да давай в ловкость одно кинем искатель приключений то есть тут есть ранги в какой фракции мы состоим если чё но в основном я думаю я буду пиратом как это практично что у нас каждый раз есть а ты сбросил с себя форму это хорошо я рассказал людям что мне пришлось с позором уволить тебя со службы из-за дерзкого поведения я подумал что с твоей рожей из всех возможных причин это самое убедительное ну спасибо так никто тебя не заподозрит в связи с инквизицией как это практично что у нас каждый раз есть рабы когда мы сюда приходим да тоже видите за равенство за братство ну такие добрые искренние люди хорошие все до единого то есть инквизиция законы там но я согласен что это в принципе где то не знаю даже какие времена колонизация америки может быть обычно сюда приходят только солдаты и рабочие но ты скорее похож на бродягу что тебе нужно в пуэрто саккорико ммм нужна работа мне нужна работа мне нужно золото лучше всего тебе спросить педро он всегда знает где и кто сейчас нужен педро он обычно стоит посреди большой площади и считает ящики позволь мне дать тебе хороший совет давай если мы поймаем тебя за воровством тебе не поздоровится сейчас у нас в башне сидит пленник там и для тебя найдется местечко а если ты проголодаешься тогда тебе наверняка захочется помочь рабам на плантациях сахарного тростника то же самое конечно касается и твоей подружки мы друг друга поняли думаю да да конечно спасибо за помощь добрый человек так пэрто саккорико давайте сохранимся вот вот такая в принципе игрушка ну до первых 25 минут я думаю этого достаточно тут широкое довольно таки древо ну как это не древо тут просто пять характеристик которые придется качать вот как самому качает так и у мастеров вот тут можно еще по конкретней в умениях удаваться потому что например мушкет и ружье и пистолет это все совершенно разные вещи но они качаются по стоку поскольку мы ими пользуемся так способность ничего ну да тут мы видите как вы видите не знаем ничего но это все у учителей бесшумный шаг взлом замков ну такое видите грязные приемы воровство вуду тоже это интересная херня без нее никак но все таки и это коллектаблс коллектаблс инвентарь я вам уже показывал морская карта карта довольно такие ну серьезная потому что во первых вот этот остров он довольно большой потом кальдера ну там кальдера в принципе только большой город острова вот эти вот и тут еще несколько ну короче локации предостаточно полазить есть где большой квест оружие титанов вот то есть он у нас будет до самого конца игры мы познакомимся со многими персонажами вот а первым нашим напарником будет вот петти с вами был марс до новых видео всем пока 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 не